Внутренняя тьма В последней серии под конец мы почитали дневники местного одного из рабочих что ли И от его вот этих комментариев натурально стынет кровь в жилах Их атаковали какие-то животные или насекомые, убивали одного за другим В итоге их становилось все меньше и меньше Они проводили исследования, им стынились кошмары, в которых творилось что-то совершенно сверхъестественное Кроме того, с предыдущей серии я наконец вспомнил И включил сглаживание, включил получше освещение, то есть все на максимум поставил И выглядеть стало все, конечно, гораздо круче Это хорошо, так, давайте посмотрим Ох, какая вонь Пахнет еще хуже, чем выглядит Ну ладно, да? Дверь Почему-то здесь двери как будто кто-то вынес все и поставил в сторонке Заперто Так, может рычагом? А, понятно Тут вон замочная скважина Ладно Запомним Что самое печальное в этом доме, то что у нас вон там, вон за углом, жмурик лежит, если вы помните Окоченевший, похоже Так, ладно, тут похоже ничего Давайте осмотрим этот стол Надгромный камень Полковник Ниемия Дербе, 1646 Он такой древний, откуда тут мог взяться могильный камень? И что ты предлагаешь мне? Я пошел Это местная карта, похоже, да? Тут порванные бумаги Сейчас мы, похоже, пазл будем какой-то собирать, нет? В последний раз мы таким занимались в Сайлент-Хиле, в Данпуре Так что опыт уже есть, как говорится Как-то... Как-то вот так Не знаю, поворачивать их можно, нет? Интересно Скорее вот так вот даже Так, ну ладно Хорошо Блин, бумажки нужно раскидать все эти все по сторонам Чтобы не мешались В целом, я думаю, это много времени займет, потому что довольно просто И вообще пока что головоломки по сравнению с тем, что было Скажем, в той же первой части Воспринимаются гораздо-гораздо проще Возможно, это пока Не будем загадывать, но пока что ощущения вот именно такие Так, ну как-то... Так, ну как-то... как-то вот так Что ли Эм... И как-то вот так Ладно, хорошо Это оно, нет вообще Такое ощущение, что их поворачивать как-то нужно А вот, смотри, на самом деле Ну тогда это все будет гораздо сложнее Понятно Понятно Так Ладно, давайте мы этим займемся чуть попозже Сейчас пока смотримся Вообще с этим, похоже, по геморроице придется Раз поворачивать придется это все, то... да Так, отлично Все видно Так, а что же у нас тут? Очевидные записи, похоже, да? 895 год Этот от эксперимент является попыткой создать алхимического гомункула Используя знания, собранные по крупицам из опытов и трудов старых учителей Многие годы алхимики пытались создать в своих лабораториях искусственную жизнь гомункула Судя по древним манускриптам, существовало масса теорий с применением самых разных инструментов и веществ В данном эксперименте используются растение мандрагора, которое, согласно поверьям, вырастает там, где падает на землю семя повешенного Хренаси Когда он бьется в предсмертных конвульсиях Семя повешенного Корень мандрагора чертаниями отдаленно напоминает человека Что и вдохновило старых учителей Говорят, что растение кричит, когда его извлекают из почвы И эти крики могут убить того, кто его держит После того, как растение полностью извлечено, оно становится неопасным Затем его следует приготовить с особыми веществами После необходимых процедур мандрагора обретает форму и оживает С этого момента существо защищает своего владельца Спустя 7 дней, 28 сентября Найти подходящий корень мандрагоры было очень сложно Чтобы обеспечить успех эксперимента, мне пришлось выбирать очень тщательно Я срезал с корней лишние отростки, как указано в манускрипте Затем я напитал его нужными веществами Которые укрыл бархатной тканью И закопал в подходящем месте на заднем дворе Когда луна была в должной фазе Сопровождая это заклинаниями, рекомендованными Гнарусом Там он останется на месяц Блин, шрифт какой мелкий, но удобно читать 28-й, 10-й, спустя месяц Мандрагора была извлечена из земли в полнолуние Под соответствующие заклинания Она стала мягкой и теплой Когда я прикасаюсь к ней, у меня возникает странное чувство Будто она уже ожила Думаю, все идет как надо На последней стадии эксперимента было приготовлено нужное снадобье И помещено вместе с Мандрагорой в стеклянный сосуд Сосуд заключен в металлический ящик Где остается примерно на 3 недели По окончании этого срока в нем должна зародиться жизнь Хорошо Интересные сведения Давай-ка к стенке туда куда-нибудь, а? Не мешайся под ногами Так, ну ладно Это что такое? Да, уйти А это что? Недопустимо работать с насекомыми без средств защиты Мы потеряли на этом слишком много людей Что значительно замедлило процесс Приготовление Приготовленная мной смесь отпугивает их на короткое время Но когда они разозлятся, эффекта нет никакого А так их становится все опаснее по мере того, как растет популяция Один укус не опасен, но если у жертвы нет аллергии А, если у жертвы нет аллергии Но если одновременно нанесено много укусов Накопленный в крови яд вызывает сильный галлюциногенный эффект Тяжелые судороги И, наконец, мучительную смерть Реакции могут проявляться у разных людей по-разному Но в 90% случаев результат будет таким же Я и сейчас не понимаю причины этого Но на некоторых людей яд действует гораздо сильнее, чем на других Чтобы решить эту проблему, мы купили защитные костюмы Там же, где покупаем химикаты У хозяина прекрасные связи, он получил их очень быстро Если сработает, эксперименты пойдут гораздо быстрее Поскольку эти инциденты больше не будут срывать работы Я поместил костюмы в шкафчик в спальне и запер на ключ Хочу опробовать их на паре человек, прежде чем раздавать всем Профессор Джейкоб Герберт Так значит, это профессор и эти его подчиненные Это именно те неприятные люди, про которые говорил Генри То есть владелец книжного магазина Ну ладно, будем иметь в виду Что это такое-то? Книги какие-то, что ли? Понятно, короче говоря Так, это рация у нас, что ли, такая? Какая-то странная машина Она очень старая и почти вся проржавела Книги Книги Книги, книги Так, ну сейчас мы с этим, конечно, попаримся Но, блин, что за звуки пошли Короче говоря, нам нужно как-то открыть Вот это И тут, похоже, нас Именно те самые костюмы Блин, да открыл бы вот сюда, вот ставил бы свой ломик Да расковырял бы эту дверь Но не хочет Нет Так не получится Вообще, я думаю, что вот эта вот карта, которую Ой, мы видели только что И которую нам можно собрать Она нам ничего не даст Это просто как зацепка Не очень важна Но тем не менее Мне кажется Ну да ладно Мне просто кажется, что мы тут будем столько париться с ней Что успеется Она подождет Так, тут у нас, я так понимаю, особо ничего нет, да? Да, похоже на то Ох, какая воль Пахнет Еще хуже, чем выглядит Та же самая надпись Так, ну что ж Давайте попробуем подняться на чердак Вот наш доходяга лежит Замерз Пробуем как-нибудь одной рукой подниматься по лестнице Очень, я вам скажу Занимательно Так, что у нас тут такое? Ну, тут у нас, как минимум, я вижу Телескоп, направленный в небо И волков опять слыхать Магические Цветовые коды направлений Магические защитные знаки Эти знаки применяются для защиты людей, животных, мест или любых других объектов от всех видов зла Некоторые из них очень старые, возникли в древности В средние века люди использовали их для защиты от ведьм Еще раньше с их помощью защищались от шаманов В этом разделе собраны самые сильные знаки Эти знаки эффективны, если расположены близко к объекту И если защита нужна человеку или животному Знак должен быть вырезан на том, что на них надето Если это здание, знак следует поместить на воротах, дверях и ставнях, чтобы зло не проникло внутрь Еще можно должным образом поместить эти знаки снаружи, чтобы зло не смогло приблизиться Первый знак Ургерич Ургерич очень старый защитный знак Он используется с древнейших времен Он состоит из 16 различных магических символов Вписанных в круг Это напоминает Картушку Компаса Четыре символа из этих 16 Являются основными и они расположены по четырем сторонам света Каждое направление обозначено своим цветом Цвета такие Восток красный, север белый, запад черный, юг желтый Единого порядка для символов нет Для каждого рода защита нужен свой порядок Если знак должен быть невидим, его можно нанести люминесцентными составами Так он будет в любой момент видим для наносящего Зато не видим для других при дневном свете Он проступает под сильным источником света Особенно в темное время суток Так, подожди, а еще есть знаки, нет? Похоже, нет Похоже, что нет Блин, много текста в игре У меня уже язык заплетается Здесь полно книг По большей части они очень старые Я вижу книги по астрологии, химии, истории, математике А вот это что? Старый ржавый компас Ага О как Ну ладно Маленький металлический предмет Похож на рукоятку Интересно, девки пляшут Для чего он может мне пригодиться Уж не Нет, похоже Восток красный Север белый Запад черный Юг желтый Ладно Позже я думаю пойму Где это может все пригодиться Так, ну и что, все? Здесь похоже больше ничего нет Хорошо Давайте разбираться, что нам делать дальше Так, где же нам это применить? Мухомор Имбирь Мята Герань Рута Ладно Ты посмотри Листья базилика Для базилика Яснотка Чеснок Астроверисковая Гермаль Семена фенхеля Почему все эти ингредиенты? Тихо Фонарик Не подводи меня, пожалуйста Здесь наклейки нет Масло Мелии Иранской Хлорная кислота Серная кислота Вода Вода Не могу прочесть наклейку на этом флаконе Для чего это все вообще? Ступка спец А, вот Посмотри Пока не понял, зачем мне это, но Ладно, пригодится Подождем И что дальше-то? Я так понимаю Это у нас не откроется с помощью Вот этого А, откроется Подожди Оно же прям светилось Блин Я уж обрадовался Обычно Навое что-то Что нельзя применить А, ну это в первой части было В первой части вот так вот светилось Только то, что можно применить Здесь, видимо, нет Так, ну это все понятно, но Где они спускались вниз? Я пока спуска вниз Подвал не вижу Давайте осмотримся еще Возможно, вот Следы босых ног Они покрыты чем-то красным и скользким Где-то здесь, похоже, да? Спуск вниз у них Тут есть отпечатки И ботинок, и босых ног Интересно, куда они ведут? Ну я уже вижу щель в полу Вот она И там снизу Бездна А тут Что-то есть Заперто Нужен ключик Ключик ли нужен? Рычагом не получится? Нет А что у нас там еще есть? С этим возможно Хорошо Больше у нас, по-моему, ничего такого нет Может, этот рычаг как-то на шкатулке применить? Ладно Сейчас нам нужно найти ключ Как-то Вообще Это, похоже, колодец Просто Слишком уж там глубоко Если так в щель Умудриться заглядывать Музыка тихо Спокойно Ну тут больше ничего нет, похоже, да? Ну, по крайней мере, спуск нашли Ну, судя по всему, и все Блин, тут тоже Тут кругом отпечатки Интересно Так Куда же они ведут? Лестницы Похоже, клестницы, да? Их очень слабо Но они где-то вот тут вот стоят Ничего нет Бочки не сдвигаются, к сожалению Ну, тут следы есть И около трупа есть Ладно, тут, похоже, больше ничего Так, ну давайте-ка наверху посмотрим Там, кстати говоря, у нас Вполне возможно, тоже есть следы Что-то мне интересно стало Я эти следы вообще не замечал Но их трудно заметить Ну, что-то, мне кажется, их тут нет Да Тут чисто Ладно, идем обратно Так, тихонько, аккуратно Как-то я странно спускаюсь Лестница проходит сквозь мою голову Так, что еще тут есть? Куча отпечатков ног У нас есть ступка У нас есть А если Так Нет, навряд Так, вот следы Следы начинают свой путь Отсюда Там дальше уже ничего нет Но это нам ничего не дает Это, похоже, просто Как-то элемент Окружения, что ли Так, ну-ка Блин, у нас лампы нет, что ли? Вот же она Да, похоже, это нам ничего не даст Ладно Я в небольшом тупике Опять не знаю, что делать Но это, собственно, игра такая Удивляться нечему Нам нужно найти сюда ключик Нужно найти ключик вон туда Как-то решить что-то Возможно, нам сюда Как-то нужно встать этот рычаг Ну-ка Да нет А тут что может быть? Никаких зацепок пока Я в тупике Там что-то есть, что ли? А, нет Понятно Ничего Так, ну давайте с этим попробуем А, вот, в столе еще есть, смотри Да, в этой игре Внимательность, внимательность Еще раз внимательность Еще один фонарик Зачем мне он? Уже третий фонарик за игру Скотч Надеюсь, она не испортилась Из-за влаги Ладно Ага Может значительно усилить воздействие Дверсахи Ощутимые сейчас Но недостаточные для наших целей Нам нужна более мощная разновидность Человеческого мозга И, я полагаю Ранее существовали Достаточно сильные снадобья Позже, увы, забытые Есть слухи о внеземном происхождении Этих насекомых Мне рассказал об этом Один из моих ассистентов А он услышал эту историю От одного из наших людей Согласно этому слуху Их принесли на Землю Насекомые Подобные существа Способные перемещаться в космосе При помощи своих мощных крыльев Ниха ли на себе Эти существа были разумны Гораздо разумнее нас Они приземлились здесь Много лет назад И в поиске нужных им металлов Прорыли туннели На глубине сотен километров Не знаю, правда ли это И мистер Корвин Ни слова о них не говорил Эти насекомые Такие же, как те Которых мы нашли В деревянных скульптурах Мертвыми Но нам нужны были живые Поэтому мы привезли Немного, чтобы сделать Особую синтетическую смесь Имитирующую субстанцию При помощи которой Эти насекомые Строят гнезда В естественной среде обитания Мы покрыли стены Неских камер Этой липкой смесью И добились успеха Вскоре мы сами Начали строить гнезда А потом А, они сами Мы сами Они сами Начали строить гнезда А потом, размножаясь Невероятной скоростью Сами начали Выделять субстанцию Теперь здесь Множество гнезд Разного размера Плюс к тем Которые поместили мы Они строят Их с пугающей скоростью Когда их число Возросло Они стали агрессивны И начали нападать на нас Мы попытались взять их под контроль Убив некоторое количество Но скоро поняли Что это не решит проблему Похоже, что между ними Существует сложное взаимодействие Если убить того, кого нельзя Или хотя бы потревожить его Они нападают на любого Кто окажется рядом Даже атакуют собственные гнезда Поскольку это очень редкие Ценные насекомые Мы не можем рисковать Убивая их неглядя Потеря гнезд Грозит провалом всего дела Мистер Карван Вообще запретил Наносить насекомым Какой-либо вред Я не сомневаюсь Что они для него важнее, чем мы Так что я не хочу Навлекать на себя его гнев Сделав какую-либо глупость Что касается их яда Один укус Не убьет никого Кроме возможно страдающих аллергией Но высокая доза Влечет за собой бред Тяжелые мышечные судороги И даже смерть К счастью После нескольких попыток Мне удалось создать средства Способные их отпугнуть Я истолок Яснатину Ага Руту Астру вересковую Базилик И грань в ступке И добавил в смесь воду Спирт И масло мели иранской Если побрызгать на них Этой смесью Они сразу улетают Эффект временный Но пока не придумали Ничего лучшего Сгодится Профессор Джейкоб Герберт Вон оно как Что ж Это какая-то зацепка Я похоже понимаю Чем нам будет Заниматься В следующих сериях Она пока что Я думаю все Мы сейчас приостановимся Я маленько отдохну Потому что это Четвертая серия за день И для игры В которой такое Бешеное количество текста Это достаточно Серьезное испытание Язык у меня уже Просто очень устал Поэтому Я думаю на этом мы прекратим В следующей серии Займемся Собственно этой Алхимией Или как это назвать Этими химическими Экспериментами Пока что все очень интересно Надеюсь вам нравится Так же как и мне Увидимся в следующей серии С вами был Артур Всего хорошего Пока-пока-пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok